Война Война это не игра. В войнах участвуют самые сильные и смелые мужчины. Они защищают родину от врага. Мужчины на войне могут помогать их женщины, чтобы перевязать раны. Но война это не женское дело, и уж тем более не детское. Однажды я нашел у бабушки старые детские книжки, сборники повестей о пионерных героях. Пионеры это обычные школьники, которые помогали друг другу учиться и быть полезными взрослыми. Пионеры собирали макулатуры и играли в зорницу. Когда началась Великая Отечественная война, в дома многих людей пришла беда и горе. Тысячи людей уходили на фронт. Весь народ, как один, поднялся на защиту своей Родины. Детей на войну не брали, их пытались защитить и спасти. Но не всех получалось уберечь. Кто-то оказался на захваченной фашистами территории, кто-то убежал к партизанам. Был такой пионер Марат Кази, 12 лет, герой Советского Союза. Однажды в бою он ранен и поднял взрослых партизан в атаку. А в своем последнем бою он подорвал себя нескольких фашистов гранатой. Был Валя Котик, 11 лет, герой Советского Союза. Во время облавы он спас жизнь целому партизанскому отряду. Володя Дубинин, 14 лет, был связанным в партизанском отряде в городе Керчь. Ходил в разведку под Пуниной. Но погиб уже после освобождения города Красной Армии. Подорвался на мине при разминировании. Были и такие, кто в атаку не ходил и оружие в руках не держал. Толя Шумов, 15 лет, расклеивал листовки. Был схвачен немцами. Его пытали и казнили. Был Мусе Пинкинзон, 12 лет, которого казнили просто за то, что он еврей. И по национальности. За то, что он стал своих родителей. А он на собственном расстреле взял скрипку и заиграл гимн Советского Союза. Если бы не германская пуля, он доиграл бы его до конца. И повзрослев, стал бы великом скрипачом. Они бы все кем-то стали повзрослев. За всю Великую Отечественную войну, больше 30 тысяч детей от 8 до 16 лет были наградены орденами и медалями за настоящие боевые подвиги. Их именами называли улицы, школы и корабли. Про них сочинили песни и снимали фильмы. Но сегодня даже не все взрослые помнят имена этих детей и их подвиги. Сегодня взрослые сняли фильм про то, как советские военные силы заставили детей воевать. Эти взрослые назвали свое кино сволочи. Они не стали снимать про настоящих героев. Они сняли фильм про выдуманных сволочей. Еще сейчас снимают фильмы про то, как советские солдаты воевали палками, а войну воевали случайно или по молитвам священников. Один режиссер снял фильм про священник, который выжил в сотрудничестве с фашистами. Режиссер не стал снимать фильм про священника Федора Кузанова, стоящего партизана, спасшего собственное село от высылки в Германию. Нет фильма про священника Николая Пожевича. Зажженного фашистом вместе с семьей заживо. За то, что лечил раненых, собирал партизанам оружие и распространял листовки. Сейчас важны деньги. Деньги платят за работу. Ложь – это сложная работа. А правда люди живут, за нее платят жизни. Сегодня каждый знает про Бэтмена, Человека-паука. Но мало кто знает про Люси Герасименко и Леоню Коликова. Может, это хорошо. Это значит, нет повода совершать подвиги. А может, это ей плохо, потому что короткая память мешает отличить ложь от правды. Я не знаю. Пусть мне взрослые расскажут. Редактор субтитров А.Семкин